Поехали. Здравствуйте, уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия. Я вновь рада приветствовать всех на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Напоминаю вам, что мы будем собираться дважды в месяц и вместе с экспертами из стран Центральной Азии мы намерены анализировать и обсуждать события, которые волнуют жителей нашего региона. В этом сезоне, который предположительно продлится до конца июня, цикл наших встреч посвящен вопросам свободы самовыражения и свободы слова региона. И сегодня мы хотим отсудить ситуацию со свободой слова и текущее положение независимых СМИ в странах Центральной Азии, обсудить тенденции и будущее. Надо сказать, что сложившаяся нынче ситуация не внушает оптимизма. И давайте вместе с нашими уважаемыми экспертами обсудим последние тенденции, которые вызывают тревогу. Сегодня с нами на связи эксперты из четырех стран Центральной Азии. Из Казахстана с нами Диана Акремова, журналист, директор и соучредитель правового медиа-центра, это некоммерческая организация, которая предоставляет юридическую защиту и консультации с журналистом, проводит исследования в области СМИ, продвигает международные принципы защиты, свобода слова и доступа к информации. Из Кыргызстана с нами на связи медиа-эксперт Азамат Касабеков. Азамат является председателем Независимого союза журналистов Кыргызстана. Он главный редактор нескольких информационно-аналитических сайтов. Из Таджикистана с нами на связи Марат Мамачоев, мой коллега, журналист-аналитик с большим стажем. И он является главным редактором Кабар Азия по Таджикистану. И из Узбекистана с нами сегодня медиа-эксперт Лола Исламова, учредитель и главный редактор информационного агентства Ахбор УЗ, известный журналист с большим стажем и опытом тренерской работы. И также у нее есть заслуженные звания «Лучший журналист года», премии «Союза журналистов», специальных премий «Олтин Калам» в Узбекистане. Спасибо вам, уважаемые эксперты, за то, что присоединились к нам. Итак, давайте поговорим о свободе слова в странах Центральной Азии. За последние годы мы становимся свидетелями того, что ситуация со свободой слова в странах Центральной Азии улучшается. В ежегодных мировых рейтингах по индексу свободы прессы наши страны всегда находятся на низких позициях. Так, например, в рейтинге, опубликованном в апреле 2021 года, «Ортпресс Freedom Index» из стран Центральной Азии наилучшая позиция была у Кургызстана, 79 место. Казахстан расположился на 155 месте, Узбекистан на 157. Таджикистан занял 162 место и Туркменистан на 178 месте из 180 стран, включенных в этот рейтинг. И если раньше мы считали, что наилучшая ситуация у Кургызстана, то теперь, с начала 2022 года, мы видим, что там произошел ряд тревожных событий, которые независимые журналисты расценивают как давление на свободу слова. И печально, что это происходит в стране, которую в регионе считают наиболее комфортной для работы журналистов, которую до недавних времен в мире называли островком демократии Центральной Азии. Неутешительна также ситуация со свободой слова в Казахстане. Журналисты Таджикистана и Узбекистана также не могут похвастаться комфортными условиями для своей деятельности. Давайте узнаем о последних тенденциях и состоянии независимой прессы и электронных СМИ в наших странах. И первое слово я хочу предоставить Азамат вам. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела со свободой слова в Кыргызстане. В январе мы были шокированы кадрами, как кардинские правоохранительные органы волокли вашего журналиста-расследователя из офиса. Как понимать такое отношение власти и журналистов? Пожалуйста, Азамат, вам слово. Добрый день, коллеги. Меня слышно, да? Добрый день, коллеги. Не можем похвастаться, но у нас высокий уровень свободы слова, поэтому это был такой весомый аргумент, потому что высокий уровень свободы слова подразумевает демократию, то есть наличие демократии. И сегодня я, к сожалению, не могу быть высоким уровнем свободы слова. А значит, и работы журналистов. К сожалению, даже по некоторым рейтингам мы начали, видимо, все-таки падать. В 2021 году то, что вы сказали, возможно, в этом году он сильно упадет в Кыргызстане. Журнал Economist Intelligence Unit уже нашу страну задвинул в такую авторитарную. То есть вот этот островок демократии потихонечку заглушается. И, конечно, медиа-сообщество уже несколько, я вот в последние пару месяцев медиа-сообщество с завидной регулярностью постоянно делает, выступает и жестко критикует власти, и постоянно говорит о том, что журналистов... Не давите на журналистов. Вы знаете, у Кыргызстана в самой древности была вот эта военная демократия. У Кыргызстана есть даже такая пословица. «Башки сербар тильгей смейдёб». Это в вольном переводе означает, можно рубить головы, но отрезать язык нельзя. То есть, о чем это говорит? Когда собирались все вот эти большие курлутаи, любой человек мог выступить и сказать хану прямо в лицо. И ему за это ничего не было. Поэтому мы говорили «тильгей смейдёб». Ну, то как бы язык нельзя обрезать. Это такая была у нас священная грааль. То есть, любой Кыргыз мог сказать хану все, что угодно. И ему как бы за это ничего было. Но в последнее время наша глава спецслужбы пригрозил вырвать языки. То есть, из-за ним это последовала конкретная уже такая штука. Если возьмем кейс, Кемеров Булот. Один из лучших наших расследовательских журналистов. То есть, сначала наш глава спецслужбы пригрозил вырвать языки обычным блогерам. Потом появилось такое большое расследование о коррупции, в которых замешаны были родственники нашего глава спецслужбы. И потом жёсткое начало преследование именно Тимиров Лайф, это СМИТ, где Тимиров был главным редактором. Были сливы компромата. То есть, за ними следили. То есть, в дом, где Тимиров Булот снимал, там установили видео и аудио. Всё записывалось. Нам пришлось вырвать его просто из лап спецслужб. Как мы это сделали? У нас была толпа журналистов. Я столько журналистов не видел. Все телевизионщики, все-все. Там не только были, скажем, независимые СМИ. Там были государственные СМИ. То есть, все пропозиционно-оппозиционные, западники, русофилы. Я не знаю. Все-все собрались. Понятно, что журналисты у нас как бы разного свойства. Разные журналисты. Но здесь нас объединила одна вещь. Это несправедливость. И просто наглое, я бы сказал, обвинение. Я лично знаю Булота. Такого не может быть. Когда наркотики какие-то там, что-то ещё. Ну, смешно. Я сам лично пошёл туда и выразил своё мнение. Мы стояли около МВД. Нас до сюда. И, конечно, это было возмущение. И таким образом мы вырвали Булота из лап вот этого, я не знаю, как сказать, вот этого силовых структур, которые вообще даже не имеют ни уважения, ничего. Просто нагло его хотели закрыть. Потом дело пошло в другой кейс против Кактуса. Кактус – это одна из таких известных у нас СМИ. Просто взяли и они напечатали информацию о конфликте на границе Фазыкстана с Таджикистаном. И кто-то нажаловался, что вот это… Ну, в общем, целая история. Взяли уголовное дело и возбудили. То есть это такой был очень жёсткий инструмент преследования, я считаю. Когда просто возбуждается уголовное дело. И в рамках уголовного дела можно любые процедуры. То есть, например, налоги проверять, пойти компьютеры просмотреть и так далее, и так далее. То есть это такая технологическая вещь, когда под предлогом того, что там они написали. Потом начались акции против журналистов. Начали якобы выходить какие-то активисты и начали говорить, что за журналисты у нас такие. Вот они какие-то против Фазыкстана и так далее, и так далее. То есть давление началось. Причём около редакции СМИ. То есть это создавало определённую безопасность журналистов, не было обеспечено. Милиционеры приходили, посмотрели и уходили. Потом опять снова закон принимается. Ну, закон приняли уже, конечно, называется «Закон Аслбаевой». Это такая одна из бывших уже депутатов. И этот закон позволяет из-за какой-то жалобы, например, закрывать сайт на два месяца. Но это смерти подобно для сайта. То есть человек пожаловался без суда, без следствия, без ничего. Он жалуется в соответствующее министерство. Министерство провайдерам отправляет какое-то письмо и на два месяца просто закрывают это всё. И судись, не судись, а там два месяца уже прошло же. И как бы СМИ уже заканчивают. То есть вот такие очень жёсткие меры принимаются властями для того, чтобы, я не побоюсь слова, заткнуть свободу слова. Это против наших даже древних традиций, которые говорят, что нельзя закрывать рот человеку. Пусть он выскажет, даже если тебе не нравится то, что он там говорит и так далее. Это на уровне обычных. А журналист – это же его профессиональная обязанность говорить правду. И мы же от этого не зарабатываем ничего. Или у нас политические очки не зарабатываем. Мы просто делаем свою работу. И, значит, из-за этого начинает жёстко трамбовать, я извиняюсь, и силовики, вот сливы компромата, например, девушку взяли, записали с ней какое-то видео. Ну, понимаете, какого характера. Значит, потом подошли к ней, сказали, давай ты сливай информацию, что там будет у вас. Она не согласилась. Взяли её, это видео выставили. И выставили не просто её видео, а выставили отца и мать этой девушки. Понимаете, да, какой уровень этого? Просто месть, как бы такое. А эта девушка, ну, в нашем центрально-язвестском понимании, это сильное унижение, когда не самого человека, но через его родственников подставляем. Это было Тимиро Флайф, ну, там сотрудника, в отношении сотрудника Тимиро Флайф. То есть беспрецедентное, я считаю, последние полгода давление на СМИ идёт. Плюс, к тому же, очень жёсткое экономическое давление после пандемии 2020 года, многие СМИ закрываются. Уже несколько газет, которые, столпы таких, которые в прошлом, столпы журналистики закрылись. Заработная плата уменьшается у журналистов, и журналисты уходят в троллинг. То есть возникла такая троллинговая журналистика у нас, понимаете? То есть люди, профессиональные журналисты, начали сидеть в сетях, там, 500 тысяч долларов, им легче писать гадости про какую-нибудь политику, не раскрывая себя. А журналисты умеют писать, правильно? Хорошо умеют писать и доносить свою мысль до людей. И получается, что расследовательская журналистика всё уменьшается и уменьшается. То есть вот так, как было, например, что-то делать, потом по голове получить за это, ну, никто не хочет, понимаете, да? И журналистика, как официальная, теряется. И властям, я думаю, выгодно иметь такую троллинговую журналистику, когда беззубую, которым можно спокойно управлять, чем гражданскую журналистику, расследовательскую журналистику, которая постоянно будет дергать их, постоянно показывать вот эти узкие места, критиковать их и так далее. Я считаю, что это ошибка властей, когда закрывают все, то есть когда журналисты закрывают рот, закрывают рот у всего народа. Народ, как бы, хочет показывать, что он хочет через журналистов, получается. Или тогда нужно выходить на митинги, и тогда уже берут люди в руки камни и начинают уже бить там стекла. Вот такая ситуация. Спасибо большое, да. Спасибо вам, Азамат. Печальная ситуация. Знаете, мы все, наверное, знаем по ситуации в наших странах, что методы одни и те же используются, к сожалению. Да, но вы молодцы, что журналисты вот отбили, например, Тимура, да, там у вас проявили такую солидарность. Это очень радует. Давайте теперь мы узнаем, какова ситуация, какие тенденции сейчас в Казахстане. Диана, пожалуйста, вам слово. Расскажите, какие там тенденции? Оптимистические или пессимистические? Всем здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Рада всех очень видеть. Надеюсь, что вскоре мы все-таки увидимся оффлайн наконец. Закончится все. Но, тем не менее, онлайн тоже очень интересно обсудить. Тем более, вы знаете, что в Казахстане, что произошло в Казахстане в начале года. И это, безусловно, тоже повлияло, конечно, наше медиаполе. Но если в целом говорить о ситуации со свободой слова, можно, наверное, сказать, что с приходом нового президента ситуация немножко стала лучше. Но в любом случае, свобода слова в Казахстане – это такая хорошо управляемая свобода, которую постоянно держат в руках. То есть главный, собственно, аргумент, который определяет наше положение – это госинформозаказ. В отличие от Кыргызстана, мы страна богатая, поэтому мы ежегодно тратим порядка 150 миллионов долларов на поддержку наших СМИ. Ну, естественно, в основном это государственные СМИ, 90% получают, но достается и частным. И то есть вот эта тенденция с каждым годом суммы увеличиваются. И тенденция такова, что государство хочет, как это правильно, как помягче сказать, подкупить, наверное, или вложиться практически во все независимые издания. И сейчас очень много интернет-изданий, которые получают этот госинформозаказ. Почему он плох? Потому что он, во-первых, деформирует наше медиа-пространство, не дает возможности для здоровой конкуренции. И, по сути, вкладывание денег в определенные СМИ, это не есть развитие рынка. Это даже вообще в целом не развитие, потому что СМИ знают, что у них есть определенные деньги, и можно ничего не делать. Ну и плюс это прекрасное поле для коррупции, о чем мы говорим не первый год нашему министерству и президенту. Но, тем не менее, я так понимаю, что для Казахстана это очень хороший способ пропаганды и способ держать средства массовой информации в руках. Что еще? Ну, из плюсов, да, не буду говорить только плохое. Наверное, из плюсов отмечу, что все-таки у нас новый наш президент отменил уголовную ответственность за клевету. И это тоже, ну, было такое достижение, потому что мы очень на протяжении, наверное, 10 лет мы говорили о том, что необходимо отменить уголовную ответственность. Что касается другого законодательства, к сожалению, остается уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации, за оскорбления. Достаточно много по-прежнему исков по защите чести и достоинства и деловой репутации к журналистам. То есть сейчас практически все судебные иски, они связаны с публикациями в интернете. И очень часто даже не с журналистскими публикациями, а именно просто блогеров. Что еще можно сказать, что большую конкуренту региональным СМИ сейчас создают Инстаграм-паблики различные. Причем это конкуренция в плохом смысле слова, потому что паблики с огромными аудиториями воруют у средств массовой информации новости. При этом на этом зарабатывают деньги и таким образом, ну, собственно, очень большой у нас такой серый, скажем, рынок доходов для всяких Инстаграм-пабликов. Ну, наверное, еще из хорошего, так я отмечу, то, что повысилась активность журналистов. То есть вот с момента начала пандемии журналисты и организации, мы в этом помогали, писали несколько раз обращение к президенту, обращение к прокурору генеральному, к министрам о том, что ограничено право на доступ к информации, и что информацию чиновники абсолютно безосновательно относят к категории для служебного пользования. То есть вот этот процесс, он в период пандемии, скажем так, усилился и активизировался. Плюс журналисты стали активно участвовать в обсуждении некоторых законопроектов. В частности, вот у нас уже несколько лет собираются разработать новый закон о СМИ, но пока министерство все еще ищет какие-то лучшие пути, лучшие тексты, и пока мы все живем по старому закону. Ну и, конечно, необходимо отметить январские события наши печальные, наши газовые протесты. То есть все, что началось с газовых протестов и переросло потом в совершенно неуправляемую мини-революцию, тоже обнажило проблемы. Во-первых, проблемы, и сам президент признал, что мы проиграли информационную войну, потому что и у нас отключали интернет, как вы знаете, он был полностью заблокирован. В этот период люди были абсолютно лишены каких-то источников информации, кроме официального телеканала, там, СМС, который распространяла администрация президента. Ну и шли еще репортажи по российскому телевидению. То есть вот январские события, они показали, что все деньги, которые вкладывало государство в СМИ на протяжении, там, десяти лет, а это миллионы долларов, что, по сути, ну вот это было не очень эффективное вложение, потому что, опять же, множились фейки. Люди сейчас все еще больше доверяют сообщениям в WhatsApp, нежели в СМИ. И это очень печальная тенденция, потому что это говорит о том, что критическое мышление и медиаграмотность у наших людей, ну вот, очень низкая. И что еще надо отметить во время январских событий? Конечно, журналисты, как и все мы, оказались неподготовленными к этому. То есть никто не ожидал и никто вообще не мог представить, что в Казахстане когда-то такое возможно. Поэтому, естественно, были задержаны журналисты. По информации министерства, 18 журналистов было задержано, но на самом деле было задержано больше, из которых шесть были привлечены к административной ответственности, 12 человек отпустили сразу после того, как разобрались в обстоятельствах. Плюс некоторые журналисты физически пострадали. К сожалению, наличие на них во время вот этих событий печальных жилеток, наклеить, абсолютно не гарантировало их безопасность. Правоохранительные органы зачастую не обращали внимания на вот эти отличительные знаки. И поэтому, конечно, журналисты пострадали. Но надо отметить также, что многие из наших независимых зданий очень быстро сумели переориентироваться и в условиях отсутствия интернета перейти на какие-то другие формы подачи информации. Например, сайт RDAQZ. Их сайт был заблокирован, и они очень быстро организовали хороший телеграм-канал, который сейчас действует и живет. Ну, то есть, и вот также можно отметить в последний год создание таких точечных, интересных медиапроектов отдельных журналистов, которые функционируют в телеграм-каналах в основном и на отдельных сайтах. Вот. И в качестве, наверное, еще последнего скажу, что недавно также был судебный иск, который тоже, мне кажется, показатель растущей активности журналистов. Это было дело журналистки нашей Айнур Коскиной против депутата парламента Бигбулата Тлеухана, который ее в лифте ударил и сломал ей штатив. И мы очень хотели, чтобы появилось, наконец, хоть одно дело о воспрепятствовании деятельности журналистов, доведенное до конца. И это дело было действительно резонансом, но, к сожалению, суд не увидел в действиях депутата никакого злого умысла и посчитал, что его извинений перед журналисткой будет достаточно. Но, несмотря на то, что журналистка не выиграла этот суд, я считаю, что вот чем больше таких прецедентов будет происходить, тем больше у нас будет активных журналистов, свободомыслящих и не боящихся вообще как-то идти наперекор власти, наперекор какой-то несправедливости и так далее. Но если есть вопросы, я буду рада ответить. Да, конечно, Диана, спасибо вам большое за то, что вы рассказали нам о ситуации, которая в Казахстане. Хотела еще уточнить, у вас там вообще проблемы с доступом к официальной информации журналистов? Как там, кстати? Ну вот как раз в период пандемии это была одна из главных проблем. И, кстати, после того, как мы массово писали письма президенту, журналистам открыли доступ в парламент, открыли доступ в правительство. Но все, что касается доступа к информации, есть вот эта вот такая очень хорошая лазейка, это отнесение информации к категории для служебного пользования. И чиновники, к сожалению, до сих пор ей активно пользуются, если не хотят разглашения какой-то информации. Спасибо большое. А тут проблемы есть, да. Спасибо большое, Диана. Давайте теперь мы послушаем Марата Маматшоева. Марат, пожалуйста, расскажите нам о ситуации и о тенденциях, которые сейчас есть в Таджикистане. Еще раз добрый день всем. Ну, как и во многих странах, пандемия стала, у нас даже такой заголовок был, пандемия стала удобным случаем для того, чтобы закручивать гайки в отношении независимых средств массовой информации. В июле, летом прошлого года были приняты поправки, которые вводили ответственность за распространение фейков о пандемии. Уже само понятие это такое, там формулировка такая, заведомо ложная информация. И вот всегда, во многих случаях, когда речь идет о средствах массовой информации, правозащитники всегда обращают внимание на то, что вот эти формулировки очень расплывчатые. Они, любого можно под это подвести, заведомо ложная информация. Как можно доказать, что он знал, не знал? То же самое, например, можно сказать и о призывах к экстремизму, в которых журналистов тоже часто обвиняют, что они так же расплывчатые, потому что вообще иногда непонятно, в чем грани между экстремизмом. По существу, если так говорить, ситуация в таджиевских СМИ, она вот как-то… нельзя сказать, что происходит что-то такое глобальное, быстрое, ситуация ухудшается или есть какие-то такие быстрые изменения. Нет, я бы так сказал, что у нас стабильно уже несколько последних дней стабильно плохо. Стабильно плохо, и здесь очень много факторов. И некоторые из факторов, это еще и связано с тем, что экономическое состояние общества очень плохое. Независимые СМИ очень сложно выживать, особенно в современных условиях, когда требуются какие-то новые современные средства, технические средства. У нас плохой интернет, отвратительный. У нас фактически один провайдер, фактически, потому что весь интернет-трафик происходит через государственного провайдера, и только он имеет право закупать интернет-трафик из-за рубежа. Проблем очень много, и, например, о многих уже журналисты даже не говорят. Скажем так, у меня большой стаж работы, и мы уже еще с 2000 года говорили о проблеме доступа к источникам официальной правительственной информации, а сейчас об этих проблемах уже даже никто и не вспоминает. Она все более и более усугубляется. На недавних пресс-конференциях, например, это было вообще очень так выпукло и даже безобразно, я бы сказал, продемонстрировано, когда в один день назначались 13 пресс-конференций, и журналисты должны были их посетить. Это итоговые квартальные конференции, вам для сведения я говорю. То есть фактически это чуть ли не единственный шанс побеседовать с первым лицом или хотя бы с его замами о ситуации в отрасли. И некоторые пресс-конференции, они завершились тем, что просто было зачитано, они превратились фактически в брифинг. Там быстро зачитывались какие-то идиотские доклады, прошу прощения за такое эмоциональное, но реально это было так. Зачитывались доклады, и при этом журналистам не дали возможно даже один вопрос задать. Просто чиновник зачитал доклады, уходил. Были факты, когда главы ведомств грубо отвечали на вопросы журналистов, угрожали им, приходили просто в ярость от того, когда им задавали те вопросы, которые они считали неуместными. Вот многие журналисты, в наших материалах это есть, говорят, что сейчас, если раньше еще были какие-то, понятно, правила игры, были понятны какие-то табу или что-то там, то сейчас вообще непонятно, логики никакой нет. В общем-то, периодически, например, какой-то один вопрос объявляется как бы суперчувствительным. Сейчас вот для нас особенно чувствительная тема, это тема Талибан, скажем так. А Талибан надо говорить очень-очень плохо или вообще ничего не говорить. Я, Талибан, я повторяю, они запрещены в ряде стран Центральной Азии, ну не во всех, но в ряде стран они запрещены, они призваны экстремистами, террористами. И замечу, что я абсолютно согласен с этой формулировкой. Это может быть один из тех немногих вопросов, где я полностью согласен. Но, в общем-то, проблемы с доступом к источникам информации совершенно усугубились. И еще проблема в том, что само чиновничество, оно либо некомпетентно, либо не желает вообще делать. Если раньше, например, лет еще 10 назад, мы могли видеть, что сами министерства, сами ведомства что-то делают, они проводили какие-то круглые столы, какие-то пресс-конференции, хотя бы делали вид, что они ищут инвесторов или еще какой-то полезной деятельностью занимались. Представили нам пресс-релизы, очень обижались, когда мы их не публиковали. Но сейчас я вообще не вижу, с чем эти ребята занимаются, так скажем. Возможно, из-за этого очень сложно у нас к источникам, и, может быть, просто трудно сказать общественно, что мы ничем не занимаемся. Не знаю. Трудно мне сказать. Доступ к источникам информации, одним словом, очень ухудшился. Ухудшилось и такое, скажем, правовое состояние журналистов. У нас, например, было несколько фактов, опять же, произошли нападения на журналистов, физических нападений. Ну, это один журналист, правда, но он активный. Адулов Гурбатин. В общем-то, я могу констатировать такую вот плохую тенденцию, что постепенно роль СМИ в нашем обществе, в информировании нашего общества, она падает. Эта роль переходит к социальным сетям. Вот о чем уже Диана говорила. В какой-то степени эти социальные иногда воруют эту информацию или открыто, или опосреданно немного переделывают, преподносят по-своему. В общем-то, но это очень такая опасная тенденция, потому что плохо или хорошо, но у журналистов есть какой-то принцип какой-то ответственности информации. Соцсетей он более размер, скажем так. И то, что вот говорил кыргызский коллега, с этой проблемой мы тоже долгие годы знакомы там по-разному. Когда нас, журналистов, обвиняют в предательстве интересов нации, то есть какие-то группы там, есть фейки многочисленные, так называемая фабрика ответов, которые постоянно пишут про нас какие-то плохие вещи. И они сидят во всех соцсетях, они пишут, угрожают и так далее. Ну, еще вопрос в том, что сейчас наша пресса, она очень сократилась. И вообще это просто, скажем так, то, что у нас 10 лет тому назад, еще 10 лет тому назад у нас было огромное разнообразие, так скажем. Ну, сравнительно, конечно. Но было довольно разнообразие средств массовой информации, прежде всего печатных, конечно. Потому что в телерадиоканалах там практически нет актуального контента, там практически они не говорят о политике, это почти все развлекательный контент на 99%. Там и новостей зачастую не бывает даже. Ну, за исключением там радио Ватан, радио Азия Плюс, но там только на уровне новостей, как правило. Так вот, у нас было большое разнообразие печатных СМИ. Сейчас у нас, к сожалению, такого разнообразия нет. СМИ очень стараются избегать актуальных тем. Я давно уже не помню, какие-либо резонансные такие темы в СМИ, которые публиковали. Они, к сожалению, когда к ним приходят какие-то требования, ну, я не могу об этом говорить открыто, но мне сейчас, например, известно, что СМИ, например, запрещают какие-то вещи говорить и писать. Если раньше они могли как-то это оспорить, как-то бороться с этим, то сейчас они просто отказываются. Короче говоря, уровень свободы слова значительно сократился. За последние несколько лет у нас нет новых СМИ, у нас не появились новых средств, которые могли бы размножать информацию. У нас очень плохо обстоит дело с интернетом, у нас очень плохо обстоит с рекламодателями, но, в общем-то, ситуация, к сожалению, очень плохая. Это все, что я хотел сказать. Да, спасибо, Марат. Пессимистические, стабильно плохие новости по поводу развития свободы слова. А вот Узбекистан, например, у нас недавно еще вызывал зависть в хорошем смысле этого слова, потому что страна стала, с приходом нового президента, стала более открытой. Мы видели, что и журналистика стала более смелой, критичной. Так ли это сейчас слово? Пожалуйста, вам слово. Какова ситуация в Узбекистане? Да, мы сами себе завидовали, потому что действительно он и в рейтингах Узбекистан, в рейтингах свободы слова позиции улучшились. Но вот в прошлом году, как вы сказали, Лолу Узбекистан занял 157-е из 180 в рейтинге свободы прессы репортеров без границ и опустился на одну позицию. То есть понижение в индексе, оно произошло впервые с 2018 года. Многие эксперты ее в стране продолжают оценивать как такую непростую, я бы сказала. Я сейчас расскажу свое мнение, почему так происходит. Прежде всего, я, конечно, поддерживаю всех своих коллег в том плане, что у нас аналогичная ситуация. Единственное, что поскольку все, что у нас происходило после 2016 года, оно, конечно, вызывало зависть у нас у самих, потому что мы не верили в то, что вообще сейчас происходит. Вот. И если говорить о закрытом рте, как сказал Азамат, он у нас тоже закрыт. И вот почему. Вот если обобщить, то, в принципе, у нас происходит то же самое, что во всех странах, но я сейчас хотела посмотреть на это с другой точки зрения. Смотрите. Значит, о хорошем. О хорошем у нас регистрация средств массовой информации сейчас занимает буквально один месяц. Раньше, ну, к примеру, там в одиннадцатом году я регистрировал журнал научно-популярный, и это заняло у меня три года. Сейчас это можно сделать за месяц, но регистрация все еще является, все носит еще разрешительный характер, то есть мы должны спрашивать разрешение, одобрение и так далее. Но если с документами все в порядке, как правило, регистрируют все достаточно быстро. У нас рост СМИ, зарегистрированных СМИ у нас более 1800, ну, и это достаточно такой был резкий всплеск после 2016 года, тогда было около тысячи зарегистрированных СМИ, но надо представлять, что и в этих регистрированных СМИ очень много, так как я называю их, мертворожденных СМИ, да, это государственные, это средства массовой информации, которые сидят на дотации. Мы ездим много по республике и видим, что, ну, они практически пытаются реанимировать то, что, в общем-то, таки говоря, мертворожденное было. Вот, но я хотела бы на эту проблему, на проблему свободы слова, посмотреть с экономической точки зрения. Я вот сейчас работаю, подрабатываю, можно сказать, немного в университете журналистики, вот, и вы знаете, вот у меня в потоке, скажем, 60 человек. 60 человек – это вот на первом курсе и человек 50 на третьем курсе. Ну, вот, наверное, я буду говорить о третьем курсе, потому что это уже, как правило, ребята, которые где-то работают, я их просто опросила, кто работает в средствах массовой информации. Два человека. В смысле, не в средствах информации, а именно в СМИ, за исключением телевидения. Ну, вот у меня подняли руки два человека. То есть два человека из 50 человек работают журналистами, нужно сказать. Потому что все остальное – это либо телевидение, которое на сегодняшний день, ну, у нас, во всяком случае, ни частное, ни государственное, не исполняет, не несет за собой функции СМИ такого полноценного. У него в основном, значит, функции развлекательного характера. Вот, если мы говорим о частном секторе. Вторая часть студентов работает в пиар, третья часть работает в пресс-службах. У нас пресс-службам сейчас стало лучше. В 2014 году был принят закон об открытости деятельности органов государственной власти, который регулирует деятельность пресс-служб. И чуть позже этот закон заработал, механизм появился, и у пресс-службы поднялся статус. Они стали прямо на уровне заместителей, руководителей организаций, министерств или других каких-то государственных организаций. У них повысились зарплаты. В среднем, если пересчитывать на валюту, это около тысячи долларов. Вот, поэтому в пресс-службы идут с удовольствием. Работа не особо пыльная. Почему я говорю о деньгах? Вот говоря о свободе слова, о цензуре, если говорить так, то цензура, как и у всех наших соседей, цензура запрещена Конституцией. Но я бы говорила о самоцензуре. И корни вот этой самоцензуры, они лежат в экономической плоскости. Что происходит? Дело в том, что здесь вот вина не журналистов, а в целом экономическое состояние. Если взять в основном все средства массовой информации, они существуют за счет продажи рекламных площадей или времени. Так вот, рынок рекламный Узбекистана составлял в прошлом году по оценкам где-то около 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же Казахстаном, с тем же Казахстаном, у них в прошлом году, до вот этого кризиса, объем их рекламного рынка оценился где-то в 150 миллионов. Сравните их количество людей, наше количество людей. И наши средства массовой информации, они настолько зависимы, вот как коллега из Таджикистана сказал, нету средств. Нету средств, значит нету возможности, и журналисты не идут, потому что и поэтому и нету возможности нанимать людей с нормальной квалификацией, нормальных журналистов. Поэтому открываются новые СМИ, и они тут же закрываются, ну не тут же, через час. Молодые люди, разочарованные абсолютно, они закрываются. Но если говорить о том, что нужно, ну причины, да, причина общая, общее экономическое развитие Узбекистана пока еще не на том уровне, на котором должно быть. Вот, но еще бы я бы сказала, причина в неумении управлять медиа. То есть менеджмент достаточно такой вот вялый, не умеет медиа управлять. Поэтому здесь есть где двигаться. То есть наши СМИ должны научиться зарабатывать. Да, гранты это хорошо. Гранты не нужно поддерживать, может быть, начинающих или вот те СМИ, которые имеют потенциал, имеют потенциал. Потому что, вот как Диана сказала, у них есть там целый фонд, да, Диана? Вот, у нас тоже есть фонд, который выделяет какие-то вялые, очень вялые гранты. Но опять-таки эти гранты берут те СМИ, которые и так находятся на дотакции государства. Поэтому журналисты не идут, в смысле студенты не идут в журналистику. И журналисты сами уходят в журналистике, идут в блогеры. Потому что там, как сказала Диана, там вот серый рынок, у нас скорее даже черный рынок. У нас, наверное, я не знаю, 0,1 какой-нибудь процент. Я бы сказала даже 1,2, и обчелся, кто работает не по черному, я говорю о блогерах. Вот. И там, конечно, рамки дозволенного больше денег, больше, и идут блогеры. И если говорить о блогинге, у нас в основном канал коммуникации блогеров это Телеграм-канал. Вот. И там огромное количество подписчиков у некоторых Телеграм-каналов. И рекламодатели тоже предпочитают сейчас работать напрямую тоже с ними, не со средствами массовой информации. Вот такая вот проблема. Что касается распространения ложной информации, у нас с этим тоже не все просто. У нас кодекс об административной ответственности дополнен статьями за распространение ложной информации и согласно ей распространение ложной информации, в том числе, конечно же, и в средствах массовой информации, неважно где, в сетях, в интернете. Вот. Оно налагается штрафом в размере 50 базовых расчетных величин. Вот. И Уголовный кодекс дополнен статьей сейчас я... распространение ложной информации. И согласно этой статье распространение ложной информации, которая приводит к унижению достоинства личности и дискредитации личности, тоже оно уже наказывается 150 базовых расчетных величин. И если это повторяется, то есть если человек в первый раз и во второй раз против него просто административное дело открывается, то в третий раз это уже всегда уголовное дело и уголовно наказуемое. И тут уже до трех лет заключения, в общем, в тюрьму, три года. Что как бы мы ожидаем? И буквально вот недавно тоже была такая конференция о свободе слова. Вернее, даже сессия небольшая. Очень было символично. Конференция должна была закончиться в шесть часов вечера. Вот. И мне слово дали начать эту сессию. И время было 17.59. Я сказала, ну да, на свободу слова ровно одна минута. Вот. И там тоже поднимались вот именно эти проблемы. И заместитель директора Агентства информации и массовой коммуникации мне сказал, что готовится сейчас кодекс. То есть у нас очень много законов, подзаконных актов и так далее, которые будут соединены наконец-таки воедино в кодекс. И, возможно, тогда же и поменяются вот эти вот ужесточения, ужесточения по поводу, ужесточения наказания по поводу распространения ложной информации. Вот. Ну, вот такая вот ситуация у нас в Узбекистане. Спасибо большое, Лола. Как мы видим, ситуация примерно везде одинаковая. Одинаковая. Где-то хуже, где-то лучше. Давление на журналистов, критикующих журналистов, я думаю, что будет только увеличиваться. Особенно, мне кажется, что в связи с вот последними мировыми тенденциями, которые сейчас мы видим происходят в мире. Давайте теперь поговорим, что же с этим делать. Во-первых, о чем говорят эти тенденции и каковы дальнейшие прогнозы. Пожалуйста, Диана, как вы считаете, как будет развиваться дальнейший сценарий развития независимых СМИ в Казахстане и, возможно, их взаимодействия с властями? Пожалуйста, вам слово. Да, ну, очень, наверное, нелегкий вопрос. И я вспомнила еще одну фразу нашего президента, которая была произнесена сразу после новостных событий, которая вызвала очень сильную тревогу у журналистского сообщества, не только у журналистского, у НПО тоже. Он сказал, что есть ряд независимых СМИ, которые были причастны к этим беспорядкам, которые провоцировали насилие, митинги и так далее, и так далее. То есть это, ну, с одной стороны, говорит о том, что возможно усилиться давление на СМИ, да, и на НПО, и не исключен даже сценарий России, где есть инагенты, там, получающие, да, деньги из-за рубежа. Но с другой стороны, все-таки, есть и оптимистичный сценарий развития событий, что все-таки после этих январских событий президент, ну, не то что осознает, но, скажем, возьмет курс на демократизацию. То есть и все-таки мы, если хотим и тридцатку развитых стран, то мы должны, конечно же, начать с себя, в первую очередь, то есть и не мешать журналистам. То есть потому что, когда мы задаем журналистам вопрос, вот что вам нужно, да, они говорят просто, чтобы нас оставили в покое, чтобы нам не мешали. То есть не давили какими-то законами, самоцензурой еще и так далее, и так далее. То есть им нужна просто вот свобода именно в творчестве. Если говорить о рекомендациях, у нас, к счастью, есть такой диалог с государством, да, и вот последний раз в год он приобрел какой-то систематический характер. То есть мы очень активно работаем с Министерством цифрового развития нашего. Ну, в частности, вот последний пример, это закон был о защите персональных данных. И это такой очень хороший, действительно, пример того, как гражданское общество может влиять на принятие решений. То есть нам удалось, во-первых, ну, дискуссиями, да, и своими рекомендациями, и анализами заставить, во-первых, Министра отказаться от принятия поправок о праве на забвение, и изменили несколько вот этих поправок в закон о защите персональных данных, которые, на взгляд, очень сильно ограничивали, ну, и доступ к информации, и, собственно, ухудшали позицию блогеров и журналистов в том числе. Так вот, если говорить о рекомендациях, наверное, мы всегда в первую очередь говорим рекомендации государственным органам, то есть, что касается Казахстана, это, ну, в первую очередь, изменить систему госфинансирования. И если уж страна не хочет отказываться, да, от вложения денег в СМИ, то просто перераспределить саму эту систему, то есть вкладывать деньги не в конкретные СМИ, а в целом в развитие рынка для того, чтобы были хорошие условия для создания новых СМИ, для того, чтобы это был действительно бизнес-модель. То есть СМИ должны быть бизнес-моделью, а не инструментом пропаганды, как, к сожалению, происходит это сейчас. То есть вот это вот переформатирование рынка госинформ-доказа, плюс, конечно же, приведение законодательства в соответствии с международными принципами, то есть это все, что касается уголовной ответственности, несоразмерного наказания за какие-то там вещи, связанные со свободой слова и так далее, и так далее. Ну и что касается, мне кажется, очень важно в последнее время, это рекомендации гражданскому обществу, журналистам, блогерам, потому что блогеры у нас сейчас даже важнее, чем журналисты, мы пришли к выводу. То есть повышать активность общества, потому что без этого, ну, если люди сами не будут каких-то перемен добиваться, я вот просто уверена, что ничего не произойдет. Ну и еще один важный момент, это все-таки развивать у людей критическое мышление, развивать медиаграмотность, и здесь должны быть задействованы, мне кажется, вообще все, такой комплексный должен быть подход, это должны быть какие-то обучающие программы и от государства, и, я не знаю, и само общество должно это стимулировать. То есть, ну, нельзя сказать, да, что какая-то есть там, какой-то единый рецепт для того, чтобы раз у нас наступило завтра, с ухода слова, в самом лучшем понимании. То есть это вот такая работа со всех сторон, и, мне кажется, очень кропотливая. То есть работы впереди еще очень много, и, возможно, вот именно сам процесс важен, да, иногда даже больше, чем результат. То есть то, вот, что мы делаем ежедневно, оно и будет пособствовать каким-то изменениям. Надеемся на это, потому что, знаете, вот, например, Казахстану, наверное, легче с его ресурсами, это богатая страна, которая стремится к тому, чтобы эту страну позиционировали как вполне самостоятельную, она и есть самостоятельная, но чтобы ее признавали и в Европе так же, а вот страны, у которых нет таких ресурсов, как, например, Кыргызстан и Таджикистан, маленькие страны, как я говорю. Азамат, пожалуйста, вам слово. Каким вам видится дальнейший сценарий развития независимых СМИ в вашей стране? Ну, я хотел бы сказать, что рекламная... Ну, у нас вообще... Кот наплакал, да, насчет рекламы. Если в Казахстане 150 миллионов, то у нас где-то, ну, приблизительно, где-то 20 миллионов, что ли, очень мало. И за этот рынок очень сильно борются телевидение и все остальные, да. Я говорил, что уже газеты закрываются, столпует те газеты, которые там чуть ли не там 50 лет, 60 лет работали, и они начали закрываться. Это говорит о тенденциях. Это говорит о том, что денежные средства в виде рекламы уходят в социальные сети. Значит, я сам по себе сужу. Вот у нас, я много лет работал в Вечерке, в Вечернем Бишкеке. Это было основное, так сказать, рекламное такое. Там, продажа машин, там, квартиры и так далее. Я уже последние 7 лет уже туда не даю рекламу. Я даю там, у нас есть там Лолофо приложение, да. Настоящие деньги уходят в приложение. То есть, эти большие-большие фирмы, они в принципе не заинтересованы в какой-то гражданской журналистике, расследовательские, правильно, по-моему, узбекские коллеги, казахские говорят, что телевидение – это просто такое развлекательное шоу. Там ничего нету для человека, для развития страны, для развития общества и так далее. Чистый бизнес, ребята. Не надо. Это чистый бизнес. Не обижайтесь. И получается, что тенденция таковы, что, по-моему, это всемирная тенденция, когда деньги и жених средства уходят в Facebook, Instagram и так далее, и так далее. И чистых денег остается очень мало. И за это идет драка. Кто не выживает, тот уходит. Кто выживает, тот начинает правила игры менять. То есть, например, этот журналист, который получает, скажем, ну, я говорил, что он или уходит троллингом, или он должен сидеть там за какие-то гроши, и получается, в журналистике не остаются журналистов. То есть журналист – это кто? Это человек, у которого есть этика журналиста. Он ответственный перед народом. Перед народом он ответственный. Я считаю, что это то же самое, что врач, ну, по уровню, понимаете, врач, военный или кто-то. Это человек ответственный, который несет на себе бремя ответственности перед обществом. И получается, что на данный момент технологические деньги уходят, и журналисты все меньше и меньше становятся, и государство не заинтересовано. Получается, они и денег не дают. Ну, в Казахстане, получается, заинтересованы, они вкладываются. У нас вообще не заинтересованы. Бизнес тоже не заинтересован. Получается, заинтересованы только сами журналисты. Мы сами как-то выживаем. И вот мы, например, как Союз журналистов, обращались в 2020 году в правительство, чтобы мы говорили, что двухлетняя или трехлетняя программа поддержки независимых СМИ. Всех СМИ. Просто поддержите. Они сказали, у нас денег нет. Денег на большие Мерседесы и огромные дворцы у них есть. А денег на журналистику у них нет. Смешно. Вот есть денег на Центральную избирательную комиссию. У нас несколько выборов было. У них есть деньги. То есть Центральная избирательная комиссия пять лет один раз делает что-то и потом они четыре года сидят. Просто так. Почему? Почему? Это, говорит, столб. Столб того, что это власти. Но власти нужно, потому что они избираться должны же. То есть каждые пять лет они избираются, им выдают удостоверение. Президентские. Депутатские. Он говорит, столб. Это цик, это столб нашей демократии. А журналисты это не столб демократии, что ли. Без журналистики общество разваливается. Общество переходит. Правильно, Горяк Тич? Во время вот таких революций мы прошли же эти революции, когда в Казахстане были. Мы переживали, сердце обливалось. Мы вспоминали, как в Бичкеке это происходило. И тоже слухи были, когда вся журналистика исчезла мгновенно. Осталось только слухи. Понимаете? То есть если ты, ты должен понимать, что это журналистика, это один из, один из таких, скажем, основ демократии, фундаментов, на котором все это строится, вся система. И когда на нее не обращают внимания, то это сцеплется все абсолютно, как карточный дух. Я не согласна, Азамар. Я хочу одно сказать, что только солидарность журналистов, я понял, что никто, абсолютно никто не заинтересован в наших проблемах. Я уже столько по этим коридорам бегал, вот этим длинным, да, властей и туда, и сюда. Никто не заинтересован, кроме нас. И только солидарность журналистка может нам помочь. То есть, если мы будем все, несмотря на то, что где мы работаем, что соединяться и какие-то прилагать усилия, только тогда. Вы знаете, когда я начал работать в Союзе журналистов, я некоторых журналистов терпеть не мог. Честно. Я просто их не люблю, да, просто не люблю, не выношу. Но мне пришлось с ними сесть за один стол переговоров, потому что эта солидарность, нужно привозвучить себя. И как создать вот этот внутренний. И власти реально боятся только, когда журналисты начинают вместе идти, когда прям к ним заходят в кабинет и начинают спрашивать. Тогда они боятся. тогда они отвечают на вопросы. И я считаю, тенденции, что можно сделать в этом смысле, конечно, нужно консолидироваться. И чисто независимым СМИ в этом смысле очень трудно, потому что денег нету, к сожалению, от государства они не дождутся. Если ты получаешь какие-то гранты, то начинают говорить, что вот грантаеды, вы продались там западу и так далее. Не понимая, что основной грантаед это государство. 90% в Казахстане получают гранты, это наше государство. Там 10% только получает НПО. Я считаю, что нужно консолидироваться финансово, даже финансово, то есть только усилия какие-то и только консолидация может повлиять на власти, которые понимаете, вот сейчас на данный момент в Казахстане власти чувствуют, что журналистика это как раненый олень. Я все перечислил все проблемы, которые мы столкнулись с журналистикой, и люди уходят, и денег нету, и так далее. Такой раненый олень, они чувствуют, что кровь идет, иногда нападают, но они не понимают, что это олень, это не просто олень, это основа демократии. Если ты завтра его уничтожишь, то завтра ты получишь проблемы, опять массовый выход людей на улицы, опять вот это все бодяга, это снова начинается. Поэтому я считаю, что только солидарность журналистов нам поможет. Спасибо. Спасибо большое вам, Азамат. Абсолютно с вами согласна, что консолидация нужна, естественно, и нужно налаживать каким-то образом, наверное, диалог с властью, но сколько бы мы не ругали власти, другие силы, давление на свободу слова, надо признаться, что и мы, медиа-сообщество, не идеальные, мы также проходим этапы развития. Вот у меня вопрос к Лоле. Вот как вы считаете, какой поддержки нуждаются сами СМИ, какие ошибки допускают сами СМИ, медиа и журналисты? Пожалуйста. Смотрите, компетенции средств массовой информации журналистов, которые работают там, оставляют желать лучшего. Мы проводили исследования, различные, по поводу знаний журналистами их прав. Так вот, не знают они свои права, не знают свои права, поэтому я думаю, что когда журналисты начнут подавать в суд, подавать в суд на государственные органы, которые не предоставляют, например, информацию, вот, когда вот эти прецеденты будут, тогда ему, может быть, и начнут к нам прислушиваться. Вот я сейчас буквально замучила своими письмами, обращениями Центральный банк, прокуратуру. Это очень, это очень, как вам сказать, занимает очень много ресурсов. И если бы не юристы, которые предоставляют бесплатную юридическую консультацию нашей юридической клинике при Центре развития современной журналистики, это неправительственная организация, да, то я бы, конечно, в этого не ввязывалась, потому что, я же говорю, это занимает очень много всевозможных ресурсов, начиная от времени, это и люди, и средства какие-то, вот. Но я не могу не согласиться с данной Дианой. Независимые СМИ – это экономически устойчивый бизнес, однозначно. Нужно как-то, наверное, нам оторваться от рекламы, потому что, вот как сказал Марат и Азамат, большая часть рекламы, она идет на телевидение, которое просто развлекает. Вот. Надо научить наших журналистов, наших прежде всего медиа-менеджеров, научить их зарабатывать. Потому что у нас что происходит? Если, ну, был случай такой, и нет, много случаев, и в моей практике, и на примере других СМИ, критикуешь какой-то бизнес, да, то есть, делаешь какое-то расследование. бывает так, что сам рекламодатель, который давал рекламу в данные средства массовой информации, он отзывает всю свою рекламу. Бывает так, что чиновник вызывает, ну, я не знаю, производителей, компаний, которые дают рекламу, говорят, вот просто не давая туда рекламу, понимаете? Конечно же, в этом отношении у этого СМИ рот будет закрыт. И человек, который стоит во главе и руководит этим СМИ, конечно, он не будет связываться, и тут включается самоцензура опять-таки. Поэтому я думаю, что нашим средствам массовой информации надо научиться зарабатывать. И тут подспорье, конечно, международная организация, вот, которые научат этому, потому что государство этому не научит, жить на гранты государства. Это как правило, как показывает практика, это всегда идет с их стороны какие-то определенные условия, на что это будут тратиться деньги, и там уже включается самоцензура однозначно. Вот. Поэтому если я раньше была достаточно оптимистично настроена, сейчас, после, глядя на журналистов в университете, понимаю, что не все так хорошо, никто не хочет идти в журналистику и заморачиваться. Все хотят либо зарабатывать, либо удовлетворять свои другие какие-то потребности по маслу. Вот. Ну, вот так вот. спасибо, Лола, совершенно с вами согласна. Возможно, надо учить людей зарабатывать на своей профессии. Лола, это может быть не обязательно СМИ, это может быть не обязательно реклама, это может быть другой посторонний бизнес, понимаете? А что вы имеете в виду, Лола? Я вам скажу. Ну, например, наши, есть у нас одно достаточно устойчивое СМИ, есть их несколько, у них, то есть, их медиа, оно, как бы вот, ну, один из составляющих их корпораций. Здесь они, я не знаю, пекут торты, здесь они пишут эти программы, вот. Мы, например, у Анход, мы пытаемся зарабатывать на проведении конференции, тренингов, вот. То есть, только рассчитывать на рекламу достаточно, ну, этого недостаточно совершенно вообще. Ну, я поняла вас, да, вполне вероятно, что так и нужно делать. Главное, чтобы качество хорошей, такой, аналитической, критической журналистики, оно, оно не падало. Ведь вы, вот я не знаю, что еще можно сделать для того, чтобы СМИ в странах в Централе Азии доросли до уровня, например, свобода слова в наших странах росла до уровня скандинавских стран, которые лидируют в рейтинге свободы СМИ. Марат, хочу услышать мнение, что делать? Ну, я так уточнил бы, что защищаться мы, конечно, должны коллективно, да, лоббировать свои интересы мы должны коллективно. зарабатывать деньги приходится. Мы все-таки, мы говорим, средства массовой информации это прежде всего коммерческие предприятия. И они, естественно, они работают на основе коммерческой предприятия. Это вот такая вещь, то есть здесь мы не можем вместе зарабатывать. Здесь те же довольно жесткие конкуренты законы рынка, когда, скажем так, нужно обойти твой, скажем так, когда два СМИ печатает какую-то одну, один резонансную какую-то там информацию, да, их обоих привлекает суд, там они товарищи по несчастью, можно так сказать, они защищаются коллективно и совместно. Но одновременно при этом зарабатывают каждое средство массовой информации для себя деньги. Здесь проблема во многом она, скажем так, не совсем от СМИ зависит. Наша проблема в том, что экономика у нас зачастую она монополизированная, мы же в СМИ зачастую живут за счет рекламы, а монополистам реклама не нужна. И реклама, они если дают там это имидж какая-то реклама, хотят дадут, хотят нет, это для них не важно, не принципиально. Есть и проблема в том, что реально те рекламодатели, которые хотят давать рекламу, которые видят ее пользу, они боятся это делать из-за того, что на них потом могут и налоговики как-то к ним зачистить, у вас значит лишние деньги появились, не очень грамотные налоговики и так далее и тому подобное. Но я думаю, что да, надо лоббировать свои интересы коллективно, например, в плане доступа к источникам информации, да, я согласен с Лолой, и мы в свое время в Таджикистане, я вот предлагал, скажем, несколько видов, как можно бороться с источниками информации, но это не я сам придумал, это было коллективные такие вот выработки, например, подавать суд, это прецедент хороший, ведомства не хотят, когда они вот так, о них плохо упоминают, можно, мы, кстати, например, применили такое поощрение, метод, скажем, одно время мы признали ведомство, там, например, это, министерство здравоохранения признали, как лучшее, которое лучше всех отвечает на вопросы СМИ, такой эпизод тоже был, там у них был новый министр, он хорошо общался, и мы вручили ему такой символический там какой-то, я не помню, подарок или приз, ну, не денежный, это не была взятка, это другой вариант, просто, скажем так, публикают на своих страницах запросы в эти СМИ, в эти органы, они не отвечают, мы публикуем это на своих печатях, на своих страницах, эти вопросы им адресуют, уже для этого ведомства создаётся неприятный прецедент. Одним словом, есть какой-то комплекс меры решений, мы должны какую-то реальную проблему, которую мы можем решить в ближайшее время, решение, которое достижимо, мы должны её определить и должны, скажем так, фокус взять на решение этой проблемы и целенаправленно в эту точку бить я думаю, например, нам сейчас реально опять же отменить вот эти штрафы за пандемию. Мы можем этого добиться, скажем так, или сократить их, или вообще вернуть, или опять эту дискуссию возбудить. Одним словом, принцип такой, защищаемся коллективно, ну а зарабатываем деньги самостоятельно, надо искать действительно и непрофильные какие-то способы. Я знаю, в Германии, например, в печатных СМИ публикуются какие-то приложения, там, ваш дом, ваша квартира, мы тоже так делали, там, регионы, я не знаю, ещё что-то. Но, опять же, многие проблемы, они объективны, и, к сожалению, я вижу, что наша независимость журналистики сложно будет обойтись без международных средств. Это тоже не идеальный вариант. Правда, скажем, как правило, международные доноры напрямую не вмешиваются в политику. Но, опять же, это не хороший вариант, потому что он создаёт за местными СМИ, он создаёт некий такой ярлык, что они проводники интересов каких-то других стран. Хотя, странно, наши власти спокойно берут помощь, получают даже военную помощь, даже инструкторов бесплатно приглашают из-за рубежа, и ничего, они не проводники интересов иностранных государств. А именно журналисты и СМИ являются проводниками. Ну, надо искать выхода, одним словом. Я думаю, что будет полезно, скажем так, изучать опыт тех коллег, которые примерно в таких же ситуациях, как и мы, находимся, и которые чего-то добились. И я помню, что были пресс-конференции ОБСЕ, на которых мы собирались, и один из вопросов был такой. Хватит жаловаться и плакаться на свою тяжелую судьбу. Давайте расскажите о том, кому удалось чего-то добиться, кому-то удалось выиграть суду чиновника и так далее и тому подобное. И, может быть, какой-то ввод мы сможем сдвинуть. Спасибо. Спасибо большое, Марат. Алло, могу я добавить по поводу финансирования? Да, тема очень, мне кажется, такая чувствительная, злободневная по поводу финансирования. Например, в Казахстане есть здания частные, которые принципиально не захотели брать госинформ-заказ, потому что считают это продажей правительству. И они сделали краундфайдер, то есть они собирали и собирают деньги как бы с населения, плюс еще делают платную подписку. То есть это, что касается интернет-изданий. Ну, еще вот я услышала, да, промеликнула мысль, что вот в Казахстане денег много, и это хорошо. На самом деле не все деньги хорошо, потому что в данном случае у нас это деньги развращающие СМИ. Есть даже такое понятие, как проклятие, денежное проклятие. Я не могу сказать, что оно в полной мере работает, но когда вы становитесь, СМИ становятся просто таким прикормышем у акиматов и правительства, из этого тоже ничего хорошего, к сожалению, не получается. Поэтому у нас, вот кто-то из спикеров сказал правильно, что у нас рекламный рынок составляет где-то около 150 миллионов долларов в год, но при этом у нас объем госинформа в заказах составляет 150 миллионов долларов в год. То есть у нас получается государство это главный рекламодатель на рынке. И это, ну, вы понимаете, какую политику проводят, собственно, СМИ, которые там зависят полностью от этих денег. Поэтому здесь, мне кажется, все, что касается денег из государства, к этому надо относиться очень осторожно. С вами согласна, но когда я говорила о ресурсах Казахстана, я имела в виду имиджевость. Ведь Казахстан все-таки, да, на свой имидж работает, поэтому независимые СМИ каким-то образом могут еще как-то функционировать и существовать. Я совершенно согласна со всеми коллегами и с Азаматом, и с Маратом, и что в первую очередь это нужна консолидация, консолидация журналистского сообщества, потому что, как мы видим, ситуация со свободой слова, она ухудшается. Одно дело наша профессиональная деятельность и наши заработки, но с другой стороны Азамат правильно говорил о том, что это основа, один из столпов демократии, к сожалению, сейчас об этом все меньше и меньше вспоминают все больше и больше говорят о том, что у нас есть собственные какие-то национальные способы развития, факторы развития и так далее и тому подобное. И это очень печально, но мы надеемся на то, что ситуация каким-то образом будет меняться, если мы будем работать в рамках своих собственных стандартов профессиональных и так далее. Давайте теперь у нас вот поступил вопрос и вопрос от Тимура как-то на Лива, который спрашивает, идут ли в соседних странах дискуссии о создании общественных СМИ, финансируемых за счет госбюджета, но контролируемых гражданским обществом. На Западе в развитых странах Азии финансовая устойчивость и независимость разрешается именно через этот механизм. Как обстоят дела в соседних странах, например, в Казахстане, в Узбекистане? Есть ли такие общественные СМИ? Есть. Пожалуйста. Диана, ты давай говори. В Казахстане таких инициатив нет и не высказывает никто собственное имительство, потому что есть 10 государственных СМИ, которые являются стопроцентной госучастием, пока об общественном телевидении и общественном мире еще не идет? У нас в 2005 году очень хорошо помню до антижанских событий это было, я была в рабочей группе по пересмотру ряда законодательных актов и в том числе пересмотра и проекта. Вот тогда был проект закона об общественном телевидении и но он к концу 2005 года они даже перестали говорить и вы знаете, когда я разговаривала с нашими депутатами и спрашивала их мнение по поводу общественного телевидения они меня удивило, что человек очень образованный сказал, что государственное телевидение это и есть общественное телевидение то есть мои попки ему рассказать, что это совершенно не так, что это совершенно разные концепции, он мне говорил, он меня уверял в том, что общественное телевидение и государственное телевидение это одно и то же. И недавно я спросила у директора агентства информации массовых коммуникаций, я думала, ну может быть что-то у наших чиновников не так, ну вот, может быть он тоже поддерживает эту идею. Когда я у него спросила, он сказал, нет, конечно же нет, ну я хоть обрадовалась, что есть люди разумные, которые понимают, что это совершенно две разные концепции, и то есть эти обсуждения в Узбекистане закончились в 2005 году на стадии обсуждения проекта закона об общественном вещании. Ну и сам проект, конечно, концепция его была больше похожа на государственное, просто брали и переименовывали государственное в общественное. Вот, кто-то говорит, что мы еще экономически недоразвитые, поэтому никто платить не будет, а это основная концепция, основной концепции общественного вещания. Поэтому пока я так понимаю этот проект забросили куда-то в антресоле законодательства. Спасибо. Марат, ты помнишь, были ли у нас разговоры об общественном территории? Я, кажется, помню. Были тоже как раз. Я, 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 очень. Алло. И можно я скажу про опыт степи писания немножко, буквально два слова. значительно помоложе меня, может быть, не помоложе. Ну и потом. Я пока в 2006 году был на тренинге в Бишкеке, как раз по... Меня слышно? Я извиняюсь, он пишет неустойчиво. Меня слышно? Видно? Хорошо. Мы были в Бишкеке, на одном из тренингов ОБСЕ проводила, и вот мы приглашали, и тогда вот в Бишкеке, в Кыргызстане происходило после первой революции в Кыргызстане, и была такая, вот я видел, когда как раз вопрос создания общественного телевидения очень хорошо обсуждался, и кыргызские коллеги, вот мы приглашали организаторов этого, и мы слышали, как нужно обеспечить механизм, например, назначение руководства этого, кто его должен контролировать, какая доля должна быть парламента, какая доля прямого гражданского сообщества в этом. Ну и мы вот это слушали, это были очень интересные дискуссии. Но, к сожалению, потом это все не закончилось. мы видели потом, может быть ошибаюсь, но, по-моему, в какой-то момент это общественное телевидение просто стало опять же обычным государственным телеканалом. В моем представлении государственные СМИ вообще не должны существовать. Это просто нонсенс. И реально, на базе этих государственных СМИ нужно создавать общественные или просто продавать их имущество. Это пойдет на общество только на пользу, потому что существующие реальности ничего позитивного для общества именно не приносят. Они наносят только ущерб. Возможно, продать их, предложить государству продать их и за счет этого, может быть, создать какое-то реально независимое общественное СМИ. власть в наших странах в этом не заинтересованы и очень маловероятно, что они будут оплачивать деньги и позволят даже вот такое средство массовой информации, как, например, немецкая волна, которая, скажем так, как правило, о внутренних германских событиях старается не говорить и ничего не писать, скажем так. То есть оно больше освещает какие-то международные события. Тратить деньги в наших странах не любят. И бюджетные деньги на вот такие вещи, я сомневаюсь, что это хорошая идея, но для этого нужна опять же политическая воля. Я не вижу такой политической воли. По крайней мере в Таджикистане. Возможно, когда-нибудь дорастем до этого. Азамат, вы что-то хотите добавить? Да, я хотел добавить, что эксперимент по общественному сообщественному правовлению недавно президенту, ну, Джокурку, конечно, парламент уже передал, что давайте сделаем его все-таки государственным, типа он как бы особо и не был общественным и так далее, и так далее. видимо, да, вы правы, что, Марат, вы правы, что гостелевидение всегда интересы властей дает, не интересы народа, это точно, и получается, что у нас такая интересная ситуация, очень много частных компаний, которые передали государству, и они до сих пор на шее бюджета. это пирамида, пятый канал и так далее, они как бы их расформировать тяжело, я так не понял, и продать-то тяжело, как бы как чемодан без ручки и бросить тяжело и так сказать за собой. Но дело в том, что, понимаете, уровень доверия народа к этим каналам очень низкий, то есть они чем угодно могут говорить, но народ особо не доверяет, поэтому создаются параллельные такие общественные каналы, как WhatsApp-группы, Telegram-каналы и так далее. Народ сам себе создает такие каналы, то есть может быть и мы не доросли до этого, до каких-то общественных каналов, это общественные каналы все-таки народные каналы, которые контролируются народом, это подлинная демократия в нашей стране. особой подлинной демократии нету, то есть это есть просто государственный канал. И народ сам себе создает такие каналы, и очень, ну, наш народ даже без этих телевидения хорошо осведомлен о чиновников, они в лицо потом им говорят, когда они приезжают. Был такой случай, когда наши депутаты стыдились значки депутатские носить. Знаете, почему? Потому что их все время шеймили. Когда они приезжали куда-нибудь, там увидят депутатские, и каждый двадцатый человек подходит к нему и одно и то же говорит. Он уже, ну, ему стыдно уже, и он снимал. То есть народ все равно он себе найдет правду в любом способе. Сколько ты там не назначай какие-то каналы, не создавайся, но народ докопается, дойдет, посмотрит, его не обманешь. Вот об этом я хотел сказать. Спасибо. большое, уважаемые коллеги. Спасибо за то, что вы приняли участие в этом обсуждении. Вот Азамат очень хорошую фразу вы сказали в заключении, что народ все равно всегда найдет правду. И это говорит о том, что без развития, свободного развития СМИ, без доступа общественно важной значимой информации, странно, к сожалению, быстро возвращаются к регрессу. И для того, чтобы СМИ развивались, мне кажется, что необходимо налаживать диалог. Плохо, когда власть своей жизнью живет, а народ своей. А вот СМИ как раз является мостом между народом и властью. Если нет свободы, то это не очень хорошо, как мы видим из истории. Я благодарю вас, наши уважаемые эксперты, за то, что вы нам сегодня рассказали, за вашу экспертизу. И напомню, что с нами сегодня на связи из Казахстана была Диана Акремова из Кыргызстана Азамат Асимбеков, Лола Исламова из Узбекистана и Марат Мамадшоев из Душамбе. С вами была я, Лола Алимова, а больше аналитических материалов по этой теме волнующих жителей наших стран вы можете почитать и на нашем аналитическом портале по адресу www.kabar.azia. До свидания и до новых встреч. До свидания. До свидания. Спасибо, Лола. Спасибо.